Мы полностью посчитали символ Дильберта для поли-вещественных чисел. Ну, единственное, поскольку нам с вами на самом деле нужно будет сейчас считать символ Дильберта для поэтических чисел при разных простых П, то уже неправильно описать просто символ Дильберта. И на самом деле вот здесь уже принято писать так. Вещественные числа надо как-нибудь обозначить, и то поле, в котором все это вычисляется, обычно пишут под чертой. То есть, вводят такое обозначение. Символ Дильберта будет не просто для двух чисел, а символ Дильберта вычисляет на некотором поле поэтических чисел. Единица, забитая, минус единица над бесконечностью. Бесконечность – это знак того, что вещественные числа, да? Или r, может быть, естественно. Минус единица, минус единица над бесконечностью – это оказывается минус единица. Ну, и единица, единица – это конечная единица. Но при этом навеку, пожалуйста, вот эти две основные, они, наверное, не всегда, независимо из-за того, что здесь написано, а единственным интересным является вот это. Давайте я ее выпил в рамочку. Единственное интересное место для исчезненных чисел. Вот сейчас давайте сделать так. Возьмем число два отечества. Это, на самом деле, очень тяжело, потому что даже понятие о том, что такое квадрат, а что такое, соответственно, не квадрат, для два отечественных чисел – это довольно-таки хитрая штука. Итак, простое число b. Пусть будет равно двух. Давайте, в принципе, задумаемся. При вычислении символа a, b, o, 2, какие на самом деле интересно рассматривать пары чисел а и б? Господа, для этого надо, конечно, первое дело, помнить вот это равенство. a, b то же самое, что а, c квадрат для любого, для любых, для любых, для любых, а, b, c, да? Для любых, на любых полях. И, кстати, здесь тоже можно d квадрат написать, тоже очень любые, да? Поэтому вас интересуют на самом деле не все квадратные числа, а только с точностью до умножения на а квадратные. Между прочим, это означает, что запросто можно считать числа а и б целыми два отечественных числа. Почему? А потому что, если у вас там в знаменателе есть большая степень двойки, ну и замечайте, намножьте вы на нужную большую учетную степень двойки, и оно у вас станет уже целым два отечественных числа. Хорошо. Другая вещь. Наоборот, не надо думать, что слишком большая степень двойки в нашем числе. Почему? Потому что если оно делится на 4, ну замечательно, 4 это 2 в квадрате, вы нести. Поэтому на самом деле число а, ну и как это слово, либо нечетное, либо делится на 2. Отлично. Таким образом, мы должны рассматривать вот два варианта. Нечетное или делится на 2. Это еще и все. Если число нечетное, то какой оно дает остаток пределения на 2? Да, это какой? 1. 1, вы абсолютно правы. Давайте я это в виде отдельной лему напишу. Если вы берете какое-то нечетное число, где x это целое варианческое число, то смотрите, какая штука забавная. Это будет 1 плюс 8 умножить на x, и x плюс 1 и 2. Это просто алкогерическое движение. Если у нас x целое число, то или x делится на 2, или x плюс 1 делится на 2. И получается, что вот это число, как взяли с доемость, нечетное число в квадрате, сравнимо с единицей, по-моему, любви. Отлично. Теперь надо доказать лему уже в обратном столе. Еще одна лему, да? Давайте лему жпили. Наоборот, если число представимо в виде 1 плюс 8у, число зер равно 1 плюс 8у, где y целое, то z это квадрат. Ну, имеется в виду, конечно, квадрат какого-то два отечественного числа. То есть, все числа, дающие остаток 1 и деление на 8, на самом деле являются квадратами. Ну, можете, ну, доказать это не надо. Верем число, дающее остаток 1 и деление на 8. Докажите, что на самом деле оно является квадратом. То есть, из него можно извлечь квадраты. Дело в том, что это нам резко упростит жизнь. Потому что ведь с точностью до чисел, дающих остаток 1 и деление на 8, это будет означать, что у нас варианты какие? 1, 3, 5, 7. Ну, и еще умножаем на двойку, или не умножаем на двойку. 1, 3, 5, 7, 4 варианта, и двойка каждый день превращает еще в 2 варианта. То есть, получится всего 8 вариантов. Ну, табличку 8 на 8 заполнять удовольствием тоже не самых простых. Но на самом деле мы это сможем. Пожалуй, лучший учебник по поэтическим числам это книжка Боревича Шабаревича «Теория чисел». Проблема этой книги в том, что это научная монография. Поэтому, когда вы ее будете читать, вы там вдруг иногда будете обнаруживать такие требования читателю, которые там не каждый студент Мехматова сможет выдержать. Но, с другой стороны, книжка очень хорошая. Вообще, Шабаревича будет хорошая патогога. Из 17 сможешь излечь 2 отеческих квадратных корень? Слушайте, да правда, в конце концов, нам же тренироваться надо. Сможете ли вы, в принципе, объяснить мне, чему равняется 2 отеческих корень 17? Просто я так все думаю, что вы умные, а вдруг вы это не знаете. Такой из 17. Извлеките, пожалуйста. Число в квадрате должно равняться 17. С чего оно должно начинаться? С единицы. С единицы, конечно. Обязательно единицы, потому что иначе просто по 2 отеческой нормы не получится. Так, а следующее, что? Ничего. Плюс 0 на 2. А почему? Потому что... А мне интересно, а почему бы еще что-то мне написать туда? Потом... Вот дальше это будет 0 или дальше будет... Смотрите, осталось 16, а 16 это 1 и 16. Да. Ну вот. Слушайте, а давайте я поэкспериментирую. В одном случае я здесь напишу 1 плюс 2, а в другом случае я здесь напишу, что? 1 плюс 0. Ну, 1 плюс... Плюс 16. Хорошо. 1 плюс 2 плюс 4х. Вот так может. 1 плюс 2 плюс 4х. А здесь я напишу 1 плюс 4х. Вот. И равенство будет звучать так. В квадрате равняется 17. А здесь то же самое. В квадрате равняется 17. Интересно, какое из этих равновесей имеет решение? В два количества числа. А какое и имеет. Ну, давайте, наверное, легче всего разобраться с у. Надо с квадратами вести, да? 1 здесь удастся на число 16. А здесь у нас будет 8у плюс 16у квадрат. Ну, делим нам очень понятное дело. У плюс 2у квадрат это 2. Да. А что это значит? У будет четное или нечетное? Вот из этого. У будет, конечно, четное. Значит, у равняется 2z. То есть здесь на самом деле на 2у-псаде плюс 8z. Да? Вот. Хорошо. И уравнение тогда записывается в таком виде. 2z плюс 8z квадрат равно 2. То есть z плюс 4z квадрат равняется 1. И что дальше? z будет какое? Нечетное. Отсюда? Да. z плюс 4z квадрат равно 1. z будет какое? Нечетное. А? Нечетное. Нечетное. Замечательно. Значит, на самом деле вместо z надо написать 2 умножить на что-то плюс 1. Это единственное. Это все, конечно, замечательно. Но будем мы этим заниматься до конца мира и дальше. Потому что у нас в равнении все время пересчитывается. Коэффициенты будут все новые. И абсолютно непонятно, что нам от него нужно. То есть, конечно, оно все время будет иметь какое-то решение. Но, собственно говоря, почему нам нужно как-то понятным образом что-то сказать про эти коэффициенты? Вот вообще идея. В чем идея про этих этих чисел? Это рассмотрение сравнений по все большему и большему и большему модулю. Соответственно, очень хотелось бы доказать какую-нибудь теорему вот какого типа. Если сравнение выполнилось по какому-то достаточно большому модулю, то тогда в поэдических числах это уравнение будет иметь решение. Метод Ньютона. Это, на самом деле, очень важная штука. Способ, зная решение сравнения, узнавать более точно решение. Давайте сделаем так. Я все-таки не буду вам сейчас рассказывать это прямо уж медленно, потому что я боюсь, что некоторые присутствующие могут не знать, что такое производство. Давайте я все-таки сделаю так. Я решу задачу эту конкретно вот в том виде, в котором я поставил. z это 1 плюс 8, y. Докажем, что в таком случае z это квадрат 2, не число числа. А потом, думаю, что все-таки на следующем занятии, а не сегодня, потому что про метод Ньютона особенно периодически вы же к обычному еще не привыкли. Про метод Ньютона стоит поговорить просто поспокойно, поподробнее. Продолжение следует...